Фарватер шел звучно, фыркая, попрашивая поводьев. Вдали показался дом шапитовской экономии. Из густой зелени, сирени и акации едва виднелись его белые стены и красная крыша. Под горой небольшой пруд выпукло подымался из окружавших его зеленых берегов. На крыльце стояла женская фигура. Бобров издали узнал в ней Нину по ярко-желтой кофточке, так красиво оттенявшей смуглый цвет ее лица, и тотчас же, подтянув фарватеру поводья, выпрямился и высвободил носки ног, далеко залезшие в стремена. — Вы опять на своем сокровище приехали! Ну вот просто видеть не могу этого урода! — крикнула с крыльца Нина веселым и капризным голосом избалованного ребенка. У нее уже давно вошло в привычку дразнить Боброва его лошадью, к которой он был так привязан. Вообще, в доме зененок вечно кого-нибудь и чем-нибудь дразнили. Бросив поводья подбежавшему заводскому, конюху Бобров похлопал крутую потемневшую от пота шею лошади и вошел вслед за Ниной в гостиную. Анна Афанасьевна, сидевшая за самоваром, сделала вид, будто необычайно поражена приездом Боброва. — А, Андрей Ильич, наконец-то вы к нам пожаловали! — воскликнула она нараспев. И ткнув ему руку прямо в губы, когда он здоровался с ней, она своим гробким носовым голосом спросила. — Чаю, молока, яблоко? Говорите, чего хотите. — Мерси, Анна Афанасьевна. — Мерси, коа? О мерси, но? Подобные французские фразы были неизменны в семье Зененко. Бобров отказался от всего. — Ну так идите на террасу, там молодежь затеяла какие-то фанты, что ли, милостиво разрешила мадам Зененко. Когда он вышел на балкон, все четыре барышни разом, совершенно тем же тоном и так же в нос, как их маменька, воскликнули. — А, Андрей Ильич, вот уж кого, давно-то не было видно. — Чего вам принести? Чаю, яблоков, молока? Не хотите? — Нет, правда. А может быть, хотите? Но в таком случае садитесь здесь и принимайте участие. Играли в «Барыня», прислала сто рублей, в «Мнение» и еще в какую-то игру, которую шепелявая кассе называла «Играть в пашуду». Из гостей были три студента-практиканта, которые все время выпячивали грудь и принимали пластические позы, выставив вперед ногу и заложив руку в задний карман сюртука. Был техник-миллер, отличавшийся красотою, глупостью и чудесным баритоном. И, наконец, какой-то молчаливый господин в сером, не обращавший на себя ничего внимания. Игра не ладилась. Мужчины исполняли свои фанты со снисходительным и скучающим видом. Девицы вовсе от них отказывались, перешептывались и напряженно хохотали. Смеркалось. Из-за крыш ближней деревни медленно показывалась огромная красная луна. «Дети, идите в комнаты!» — крикнула из столовой Анна Афанасьевна. «Попросите Миллера, чтобы он нам спел что-нибудь». Через минуту голоса барышень уже слышались в комнатах. «Нам было очень весело», — щебетали они вокруг матери. «Мы так смеялись, так смеялись». На балконе остались только Нина и Бобров. Она сидела на перилах, обхватившись столб левой рукой и прижавшись к нему в бессознательно грациозной позе. Бобров поместился на низкой садовой скамеечке у самых ее ног и снизу вверх, заглядывая ей в лицо, видел нежные очертания ее шеи и подбородка. «Ну, расскажите что-нибудь интересное, Андрей Ильич!» — нетерпеливо приказала Нина. «Браво, я не знаю, что бы вам рассказать», — возразил Бобров. «Ужасно трудно говорить по заказу. Я и то уж думаю, нет ли такого разговорного сборника на разные темы». «Фу, какое вы скучное!» — протянула Нина. «Скажите, когда вы бываете в духе?» «А вы мне скажите, почему вы так боитесь молчания? Чуть разговор немножко иссяк. Вам уже и не по себе. А разве дурно разговаривать молча?» «Мы будем с тобой молчаливы!» — пропела насмешлива Нина. «Конечно, будем молчаливы. Посмотрите. Небо ясное, луна рыжая, большущая, на балконе так тихо. Чего же еще?» «И эта глупая луна на этом глупом небосклоне», — продеколомировала Нина. «А пропов, вы слышали, что Зиночка Маркова выходит замуж за Протопопова?» «Выходит таки?» «Удивительный человек этот Протопопов!» Она пожала плечами. «Три раза ему Зина отказывала, и он все-таки не мог успокоиться. «Сделал в четвертый раз предложение. И пускай и на себя пеняет. Она его, может быть, будет уважать, но любить никогда». Этих слов было достаточно, чтобы расшевелить желчь в душе Боброва. Его всегда выводил из себя узкий мещанский словарь Зиньянок с выражениями вроде «Она его любит, но не уважает. Она его уважает, но не любит». Этими словами в их понятиях исчерпывались самые сложные отношения между мужчиной и женщиной. Точно так же, как для определения нравственных, умственных и физических особенностей любой личности, у них существовало только два выражения – брюнет и блондин. И Бобров из смутного желания разбередить свою злобу спросил, «Что же такое представляет собою этот Протопопов?» Протопопова задумывалась на секунду Нина. «Он, как бы вам сказать, довольно высокого роста, шатен и больше ничего. Чего же еще? Ах да, служит в акцизе. И только! Да неужели, Нина Григорьевна, у вас для характеристики человека не найдется ничего, кроме того, что он шатен и служит в акцизе? И подумайте, сколько в жизни встречается нам интересных, талантливых и умных людей. Неужели все это только шатены и акцизные чиновники? Посмотрите, с каким жадным любопытством наблюдают жизнь крестьянские дети и как они метки в своих суждениях. А вы, умная, чуткая девушка, проходите мимо всего равнодушно, потому что у вас есть в запасе десяток шаблонных комнатных фраз. «Я знаю, если кто-нибудь упомянет, в разговоре про Луну вы сейчас же вставите, как это глупая Луна и так далее. Если я расскажу, положим, какой-нибудь выходящий из ряда обыкновенных случаев, я наперед знаю, что вы заметите свежо предание, а верится с трудом. И так во всем, во всем, поверьте мне, ради Бога, что все самобытное, своеобразное. Я вас прошу не читать мне нравоучений», – отозвалась резко Нина. Он замолчал с ощущением горечи во рту, и они оба сидели минут пять тихо и не шевелясь. Вдруг из гостиной послышались звучные аккорды и немного тронутый, но полный глубокого выражения голос Миллер запел средь шумного бала случайно в тревоге морской суеты. «Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты». Озлобленное настроение Боброва быстро улеглось, и он жалел теперь, что огорчил Нину. «Для чего вздумал я требовать от ее наивного, свежего, детского ума оригинальной смелости?» – думал он. «Ведь она, как птичка, щебечет первое, что ей приходит в голову. И почем знать, может быть, это щебетание даже гораздо лучше, чем разговоры об эмансипации, и о Ницше, и о декадентах?» «Нина Григорьевна, не сердитесь на меня. Я увлекся и наговорил глупостей», – сказал он в полголоса. Нина молчала, отвернувшись от него и глядя на восходившую луну. Он отыскал в темноте ее свесившуюся руку и, нежно пожав ее, прошептал «Нина Григорьевна, пожалуйста». Нина вдруг быстро повернулась к нему и, ответив на его пожатие быстрым нервным пожатием, воскликнула тоном прощения и упрека. «Злючка! Всегда вы меня обижаете. Пользуетесь тем, что я на вас не умею сердиться». И, оттолкнув его внезапно задрожавшую руку, почти вырвавшись от него, она перебежала балкон и скрылась в дверях. «И в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю», – пел со страстным и тосклимым выражением Миллер. «Но кажется мне, что люблю», – повторил взволнованным шепотом Бобров, глубоко переводя дух и прижимая руку к забившемуся сердцу. «Зачем же, – растроганно думал он, – утомляю я себя бесплодными мечтами о каком-то неведомом, возвышенном счастье, когда здесь, около меня, простое, но глубокое счастье? Чего же еще нужно от женщины, от жены, если в ней столько нежности, кротости, изящества и внимания? Мы, бедные, нервные, больные люди, не умеем брать просто от жизни ее радостей. Мы их нарочно отравляем ядом нашей неутомимой потребности копаться в каждом чувстве, в каждом своем и чужом помышлении. «Тихая ночь, близость любимой девушки, милые незатейливые речи, минутная вспышка гнева и потом внезапная ласка, Господи! Разве не в этом вся прелесть существования?» Он вошел в гостиную, повеселевший, бодрый, почти торжествующий. Глаза его встретились с глазами Нины, и в ее долгом взоре он прочел нежный ответ на свои мысли. «Она будет моей женой», – подумал Бобров, ощущая в душе спокойную радость. Разговор шел о квашнине. Анна Афанасьевна, наполняя своим уверенным голосом всю комнату, говорила, что она думает завтра тоже повезти своих девочек на вокзал. «Очень может быть, что Василий Терентьевич захочет сделать нам визит. По крайней мере, о его приезде мне еще за месяц писала племянница мужа моей двоюродной сестры, Лиза Белоконская. Это, кажется, та Белоконская, брат которой женат на княжне Муховецкой, – покорно вставил заученную реплику господин Зиненко. Ну да, та самая, – снисходительно кивнула в его сторону головой Анна Афанасьевна. Она еще приходится дальней родней по бабушке Стремоуховым, которых ты знаешь. И вот Лиза Белоконская писала мне, что встретилась в одном обществе с Василием Терентьевичем и рекомендовала ему побывать у нас, если ему вообще вздумается ехать когда-нибудь на завод. – Сумеем ли мы принять, – спросила заботчина Зиненко. – Как ты смешно говоришь, мы сделаем, что можем. Ведь уж, во всяком случае, мы не удивим ничем человека, который имеет триста тысяч годового дохода. – Господи, триста тысяч, – простонал Зиненко. – Просто страшно подумать. – Триста тысяч, – вздохнула точно эхо Нина. – Триста тысяч, – воскликнули восторженно хором девицы. – Да, все это он проживает до копеечки, – сказала Анна Афанасьевна. Затем, отвечая на невысказанную мысль дочерей, она прибавила. – Женатый человек. Только, говорят, очень неудачно женился. Его жена – какая-то бесцветная личность и совсем непредставительна. Что ни говорите, а жена должна быть вывеской в делах мужа. – Триста тысяч, – повторила еще раз, точно в бреду Нина. – Чего только на эти деньги не сделаешь. Анна Афанасьевна провела рукой по ее пышным волосам. – Вот бы тебе такого мужа, деточка, а? – Эти триста тысяч чужого годового дохода точно не электризовали все общество. С блестящими глазами и разгоревшимися лицами рассказывались и слушались анекдоты о жизни миллионеров, рассказы об основных меню обедов, о великолепных лошадях, о балах и исторически безумных тратах денег. Сердце Боброва похолодело и до боли сжалось. Он тихонько отыскал свою шляпу и осторожно вышел на крыльцо. Его ухода, впрочем, и так никто бы не заметил. И когда он крупной рысью ехал домой и представил себе томные, мечтательные глаза Нины, шептавший почти в забытии триста тысяч, ему вдруг припомнился утренний анекдот Свежевского. – Это тоже сумеет себя продать, – прошептал он, судорожно стеснув зубы и с бешенством удалил.